Аресты, штрафы и судебные разбирательства в России продолжаются репрессии граждан, которые не поддерживают войну в Украине. Так, суд в Бурятии оштрафовал на 30 тысяч рублей заключенного Александра Марченко за якобы дискредитацию российской армии в разговоре с сокамерниками в штрафном изоляторе. Гражданин Украины с 2021 года отбывает наказание по делу о шпионаже. Суд отправил его в колонию на 10 лет за покупку деталей комплексу ПВО С-300. Защита украинца настаивает на его невиновности. К нашему подзащитному украинцу Александру Марченко после начала войны повышенное внимание от администрации бурятской колонии, где он отбывает 10-летний срок по надуманному обвинению в шпионаже. Его несколько раз сажали в ШИЗО за проступки вроде опоздания на обед или одежды не по форме. Осенью поместили в тесную карательную камеру на максимальный срок – полгода. А потом обвинили в том, что из этой камеры он публично дискредитировал действия Вооруженных сил России, пишут адвокаты первого отдела. Жительницу Петербурга Регину Мищенко оштрафовали на 50 тысяч рублей за футболку с антивоенной надписью. Кроме того, в этой футболке она сделала селфи на фоне портрета Путина, чем по версии следствия дискредитировала российскую армию. Количество и уголовных, и административных дел постепенно продолжает расти. Пик, конечно же, произошел в марте 2022 года, когда эти статьи были только изобретены. Собственно, сейчас они свои цели достигли. Широкие массы населения знают, что любое неаккуратное слово в принципе заканчивается как минимум штрафом, достаточно болезненным. Ректор Саратовской государственной юридической академии обратилась в суд с иском заблокировать доступ к посту в телеграм-канале «Сойка-пересмешница». В конце июля 2022 года стало известно, что со стипендии студентов местной юридической академии удержали по 500 рублей. Позднее руководство вуза сообщило, что эти деньги направили на поддержку жителей Донбасса. Это вызвало массовое возмущение среди студентов. Размер академической стипендии студентов бакалавриата и специалитета варьируется от 1900 до 2100 рублей, а студентов магистратуры от 2100 до 2300 рублей, пишет издание «Медиазона». По мнению авторов канала «Сойка-пересмешница», деньги студентов в пользу Донбасса изымались ректором для того, чтобы выслужиться перед партийным руководством, перед выборами в областную думу. Суд признал эту информацию ложной. Вместе с усилением репрессий, учащаются в Федерации случаи доносов. Директор школы в Некрасовке написала донос полицию на 10-летнюю школьницу. Девочка пропускала уроки разговора о важном, а также выкладывала антивоенные посты. В социальных сетях на аватарке в открытом доступе для неограниченного количества лиц несовершеннолетней Галкиной Варвары размещена картинка с персонажем девушки в образе Мадонны с нимбом вокруг головы с надписью «Слава Украине». В руках девушки американский переносной противотанковый ракетный комплекс «Джавелин». Кроме того, в детском чате мессенджера Галкиной Варварой было размещено голосование с вопросами «Вы за кого?», чтобы Путин убивал украинцев или за мир? Из постановления комиссии по делам несовершеннолетних московского района Некрасовка от 25 октября. Семью 10-летней пятиклассницы Варе Галкиной поставили на учет, а матери девочки вынесли предупреждение.